Я представлю всех, кто с вами в очередь связан с Сашем Лобовым. Немножко о себе. В своем время я забыть, что это клиника. Немножко о вас. По опыту выживых походов. Это в части двойки, тройки, две четверки и четверки. То есть двойка, тройка – это Карпаты. Четверка – это одна на кроссе. Там не знаю, что я на кроссе. А четверка – это одна на кроссе. Ну и там руководство игручки, тройки, две карпаты. По опыту горных походов. Все походы были на кроссе. Один был на Кишани, четверка. Проводные походы были двойка, четверка, пятерка, шестерка. Четверки были руководством руководства Пайзанского. Ленин Розенович. Безвестные походы. Безвестные походы. Теперь по участникам. Кто уже ходил в рыжные походы? С вами на знакомых. Кто ходил? Это была единичка. Да, две. Две единички. Бойки – ни у кого нет, да? Кто в этом году идет в рыжные? Федерин. Памы, ну, кто вас поведет в нем. Хорошо. Непонятно. Если какие-то вопросы походы, то задавайте, не стесняйтесь, Отправим меня в другой руке. С чего начать? Что такое лыжный турист? Что тут за хорошее? Пнёк. Ну, в высоких категориях лёгкие рюкзаки. Отсутствие дождя. Всё время слуха. И комфорта. Слуха. В принципе, он отличен пешеходному туристу. Он может проходить как в горах, где сложностью являются перевалы, Калиц, Криток, Пасхозия. Так и в морских районах, которые ровные, типа Тунда или Карелия. То есть есть, к примеру, единичек лыжных в Киевской области по льду Калицкого хранилища. То есть условия классные. То есть ставишь палатку на ледоборах, стенку. Ну, вообще лыжный туризм, он требует, наверное, уже начиная с единички, более ответственной подготовки. Потому что в отличие от пешеходной единички, горной единички, где когда всё хорошо спокойно, На лыжные единички можно и получить обморожение, и если снаряжение плохо подобно, надо тоже предмет какие-то таблины, чтобы потом насажать. Как правило, лыжные походы первой, второй, третьей категории удобно делать в Карпатах. Это рядышком, есть возможность в случае чего сойти, рядышком ссорить. Тройки-четверки уже можно делать на польство. То есть район польства взял карты, посмотрим. Интересен тем, что там достаточно тоже мягкий климат, мы у нас не море пчели замерзали. Следующая категория это уже трехполярный раунд, два полярных. По требованиям категория метр, в принципе, метр, и там и единичка 130 км, двойка 160 км. Поговаривать зачастую дней, минимально. Если мы так понимаем, что быстрее нельзя. Так же в файлах muutится, что протяженность может быть уменьш讷 до 21 км. Так же в правилах прописано, что протяженность, может быть уменьшена до 23 км. минус 25 процентов. Но окончательно уже по согласовыванию, как вы предоставляете отчеты, КК уже рассматривает. Иногда бывает, что отходят не до конца. Мы были, допустим, какие-то походные условия. То есть могут рассмотреть. И это будет защитено. Сложности в разных походах какие? Прежде всего отрицательной температуры. Плюс пошел на них. То есть, если пешеходные единички, все умеют ходить пешком. Но если единички надо уметь, нам нужно тормозить. Безопасно падать. Желательно спокойно в темноте организовать ночевку. Потому что зима короткий день. В этом плане Карпаты, они близко, но не имеют сложности в виде погоды. То есть, это могут быть дожди и зиму, когда вся езда рассчитана на мороз. То есть, лучше пусть будет минус, чем плюс. Тем более, как правило, походы в Карпаты проходят. То есть, в феврале еще день короткий. На Новый год он еще меньше. Часто на Новый год есть. На Новый год это вообще лотерея. Бывает снег есть, бывает снег нет. Бывает, начинаешь по траве, через день по полу метра снега. Типа наоборот. Мы даже начинали так за два дня. Весь снег растаял. У нас было траву. Мы с лыжами не видели. Значит, как правило, единички. Это район Карпат. Это долины. И лесистые хрипты. То есть, есть маршруты типовые. Но, как правило, не берут высокие хрипты. То есть, единички не берут. Черногорский хрипты нет. Там Сидорец, Боржаву, Храсу. Единичка. Это могут быть... Долина Речек. Есть типовой маршрут вокруг барокты. Там по лесистым хриптам. Вот. Мы когда-то ходили единичку. Мы начинали на станции Брески. Это не Терном со Славским. И шли по границе между Прикарпаттием и Закарпатием. Это лесистый хрипт. Это Термунский перевал. И дальше до Смолоты. Мы спускаемся. Двойка. Это уже... Часть литов должны быть без леса. То есть, это мог быть... Ну, допустим, как типовая. Это начало или в Рахове, или в Белине. Ориентируется в Карпатах. Можно там где исправлять, или... Там есть карта Карпат. Ориентируется в Карпатчике. Иñ Продолжение следует... 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 То есть требования такие, что ночевка выше зоны леса. То есть это уже идет какое-то приближение к ночевкам в тундровой зоне или на Кольске. То есть ты должна организовать ночевку на хребте, строится стенка палатки и все остальные радости и жесты. А тройка это уже идет, например, черногорский хребет полностью. Допустим, второй следовес, третий хребет красный. То есть три длинных хребета плюс километраж. А перепад высоты в Карпатах получается большой и так. Я думаю, что, например, можно пройти лыжную четверку на Полярном Урале, и по перепаду высоты будет в три раза меньше, чем в лыжной тройке в Карпатах. Там уже считается, что отдаленность на северных пунктах. То есть тройки, четверки, допустим, Кольский, Полярный Урал, там нету рядом соток в Карпатах. В Карпатах ты везде можешь за полдня сбежать в село, получить медпомощь или как-то питание накупить. На Полярном Урале такого не будет. То есть остановность получается... Это как пешеходные походы. В пешеходных можно делать их по ровной пустыне. Там сложно, что нет воды. Их можно делать и в горах. То есть они набирают перевалы, как туристы в горнике. Так и в лыжном. То есть это могут быть перепады высот, траверсы, крикторы. Плюс малозаселенность района. Где-то. То есть в пятерке Карпатах не будет, какие бы крикторы не были. И четерка, и то. Она была экспериментальная. Я же говорю, что по тому маршруту, который МКК предложила, там во главе с Синицынами и другими мэтрами, они там смотрели все это, думали. Они это написали. То есть группа с трудом прошла. Вот. Ну и что по лыжной технике это требовало от людей большого уровня. Что у нас еще? Сколько классических? Есть ли какие-то требования к конусу Ольга нужно пройти конкретно в лыжу? Ну, в велосипедной аутруизме есть соотношение аспортированных делов, да? И здесь аспортированные довольно-таки две недели. В Украине? Коскоги должны быть лыжи на себе. И тысячи лыжи на себе. Я думаю, что все время ты не будешь. Это будут отдельные криптовые участки. Т.е. кошки, где должны быть лыжи на течение клиента, точнее из каких-то его отдельных слов. Т.е. поэтому таких, как бы, вопросов не выстекало. Кошки нам понадобятся, если какие-то жители, какие-то по-другому. Но если надо было обучать на эту обложку, то есть с этим не менее. Т.е. как бы, вопросов не может быть лыжи на течение клиента. Правило написано, что окончательная категория с походом рассматривается по отчетам, который называется номер 2. Т.е. если будет плюс 10, и вы ни разу не одените лыжи, вы предоставите отчет с фотографиями, и скажете, что вы прошли лыжные походы. Т.е. вы, наверное, на какие-то категории выходили? Т.е. по-дешевому. Т.е. можно еще выросли? Т.е. мы из цель-брони поднялись, значит, на гору в кошку, правильно? Т.е. мы? Т.е. в прошлом году? Т.е. в прошлом году нет. Т.е. в прошлом году мы поднимались от села Перестейчка на гору смотришь. Т.е. вот. Т.е. когда вышли выше зоны леса, то часть группы на пластинке лыжах, кто был, они одели кошки. На деревянных лыжах еще можно было идти. В принципе, как бы у нас, ну, можно было на деревянных лыжах идти. Т.е. поднялись посмотреть, а дальше мы уже кошки одевали только когда был Перестейчек перед рукой. Т.е. там было, там на лыжах в любом случае не шлось, там где зайти были. Т.е. больше мы кошки не одевали. Т.е. была бы перед этим большая противень, чтоб и здесь смех стал вот и минус. Была бы лесовая форта, было бы сложнее. Я знаю, что вы меня задали раньше, Андрюша Москова-Гилл. Они попали, что в Черноковский гибель почти через войну. Т.е. любые склоны, как бы, они, ну, выжники, мы не уверены лезутся, они одевали кошку и спускались на кошки. По картам, ну, что там вообще есть какие-то описаны. Следующий район у нас, где более высокие категории, логично делать, это Кольский. Есть фотография, это карта. Физическая карта, большая на Кольском. На Кольском изначально... Карта. Вот это на слева. Вот это? Да. Вот это та часть Кольского полуострова, которая освоена лыжниками, наверное, еще с времен Бисборга. Добираться удобно. С Киева через Москву, с Москвы на Мурманский. Либо есть прицепные вагоны, Киев-Мурманский. Мы ходили в пиранический труденный путь. И вот, ну, возможность была. Ну, мы ездили через Москву. То есть до Москвы ночь, оттуда садишься вечером, едешь целый день, и рано утром через 8 утра выходишь. Станция Апатиты, город Кировск, ну, это как бы цивилизация. А дальше уже начинается такая малонаселенная местность. С севернее Апатитов, там, как вычитаю, на гостинской станции Нимандрак, где заканчиваются горы слева. Что здесь? Ну, в центральной части, где высота 1200 на Кировском, это горы Хибины. Правее идет Кумпозеро и там Лавозерский путь. Когда делается лыжная четверка, то уже приходится захватывать и то, и то, потому что делами этой лыжи не хватает. Хотя тройку можно красивую делать, в общем, выбирают только интересные места. Чискатайланд, сначала это станция Имандра или станция Хибина. Это, получается, дальше Апатитов, если ехать по железке черным цветом, это значит. Там, в середине Хибин, есть долина. Видите, вон ручеевый синий показал. В центре база КСС. То есть там можно всегда остановиться, делать дневки. В принципе, из Кировска, куда народ заезжает на снегоходах, уранах. Там мы когда-то даже встречали какого-то школьника, который в Кировске делал в другую. Здесь уже были, там идут перевалы, такие известные, как перевал Персмана, Северный и Южный Чергон. То есть перевалы, которые уже требуют берёвки. Где-то, 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 подниматься на шумах. Обязательно уже наличие кошек. По времени года. На Новый год ходить не рекомендуется. Там полярная ночь. Мы общались с него поезд Одессы. Те, кто-то вышли на станции Кибины. Было в кругах, ничего не видно, там что-то часа четыре светлого времени. В общем, видимости не было. Просидели неделю там, отойдя недалеко от станции в Паларте. В общем-то, и вернулись назад. В Марте это золотая пара для Польского. То есть выходить из поезда 8 марта. Уже, как правило, там непогода заканчивается. Уже погода становится устойчивой. Чем хорош Польский? Что там достаточно тепло, потому что рядышком там совсем рукой подать до Руманса, а там море не выносает. То есть по дому ветер откуда идут там минус 5. Ниже минус 25 у нас там не опускалась температура. Но уже, скажем... Там можно видеть северное сияние. Это за полярным дробом. Там уже понимаешь все радости лыж можно лезть. Но там нету дождей, которые есть в Карпатах. Там нету подлипа. Хотя вот теперь и бывает. Внизу это по долинам зона леса. Там кое-где еще деревья остались. Люди ходят с печками. Там дрова есть, но это мало. Обычно много мячей питерцев в каждой долине есть лыжня. То есть это как не стадион, но в принципе приятно. Спускаешься с срого перевала, дальше идешь про лыжня. Как правило, после того, как перешли в центральную часть Кибир, там делают медку на базе КСС. А дальше пересекают Умп озеро. Умп озеро пересекается за два-три перехода. В центре Лавозерских тундр там красивая очень сеть озера. Лавозерские тундры, видите, они такие в виде подковы. И в центре озера. Очень красивое место. Высшая точка от Бундашчер. С нее прекрасный спуск, по логике. Можно прямо в озеро спустаться. Задача похода либо в поселке Ревда, это на севере, севернее Лавозерских тундр. Оттуда уже входят автобусы, сейчас, наверное, кручу маршруток, на железную дорогу. То есть станция Оленигорск, там тоже поезд Мурманс-Москва, до него приезжают. Вокруг вот этих Хибин и Лавозер есть еще волчьи тундры, волчьи тундры. То есть можно делать парашют с захватом них. То есть они не вошли на эту карту. Они менее посещальные. Что здесь? Вот эти волчьи тундры, волчьи тундры, они более пологие. В Хибины там, наверное, больше всего таких. Перевалов, там не Нички-Б, там перевал Петсмана, он поикла-5, там по замене было очень тяжелое находение. По району Хибин, ну я сказал, что в Марк-Хибинец, куда лучше всего ходить. В Апреле там уже слишком тепло. Горнолыжные подъемники есть рядом с Кировском. То есть после выженых уходов, кто хочет, может на горнолыжи. А, ну там простые походы, те же единички, двойки. Единички, лично я думаю, с Киева туда ехать нелогично. То есть задача единички какая? Чтобы люди остроили быт на сроке температуры. То есть, чтобы они комфортно переносили снег, не густочки на снегу. То есть зачем мне их этому учить за полярных пухов, если можно этому научиться и тропатом. Тем более, что, как правило, лыжная техника в единичке ищу только в начале становления. Двойку можно делать, мне кажется, проще начинать с тройки или четверки. То есть тройка уже как бы там логично. За тройку ты сможешь пройти и Хибины, и Лавозёры, и посмотреть все эти красивые места. А как соотносятся, например, перевалы, которые допустимо проходить в тройках, четверках? Один А, я так понимаю, один Б, да? То есть поговорить, что нужно проезжать. Если, например, летом ты прошла горный поход и у всей группы есть участие в горном походе, то вы можете выждом заявлять перевалы аналогичные на категорию выжд, которые проходили бы летом. То есть, как правило, у меня, оно параллельно, что лыжный туризм и горный. То есть, что делать зимой? Надо на лыжах покататься. Что делать летом? Уходим в горы. Зимой лучше. Зимой можно с перевала на лыжах спускаться. А летом приходится мучаться. Нет спуска. Мы тогда даже в мордную пятерку брали лыжи. Развлекались. Общественное снаряжение было. Когда подходишь под перевал, полдня мы катались. Ну, то есть, перевалы, в принципе, не являются обязательными для... Ты можешь лыжную пятерку сделать в тундре на Полярном Урале. Там будут холмы, почти как степи, не знаю, в Ланецкой области. Но это будет отдаленность района, суровость схемы, автономность группы. Допустим, три недели. То есть, ты наберешь сложности. Это мне интересно. Ну, здесь железные дороги показаны. Основная эта идёт от Апокитов на Бурманск. Потом идёт вдоль Мавасюр. Но она уже не действующая аренда. И пошла на юг. Там посёлок Кунча есть. Сколько бы не жилой. Когда там ночевали, там охотничьи измушки были. Там скречки было хорошо. И слава ещё. Туда часто ходят. В принципе, этот Киров стрелян, поэтому он тоже куча там. Охотники на выходные наезжают. То есть, Хибин и Лавозёра их нельзя считать каким-то отдалённым районом, где им не будет ни помощь оказана. То есть, туда ходить можно. Почему такая походяна? Потому что близко Москва, близко Питер. И там много очень личностей. И они достаточно такие комфортные. Ну, вон гора Высшая Донда Щёрла в Озёнских пундрах. Она прекрасно ходит. Вообще, в Озёнских пундрах можно, они в виде подковы, можно пойти полностью сверху. Протроверсировать. Там не надо ни дюльферять, ни жмарить, ничего там. Некоторые боковые притоки уходят. Да, там есть обрегистые склоны, надёчный лёд. Ну, в общем-то, Лавозёра находится. В Хибинах есть фильтры, есть отвесные стенки, куда ходить не хочется. Хочется на них посмотреть и пройти через какой-то перевал. Я вижу, температура. А, ну там, плюс какое-то с Карпатами. При минус 15, если светит солнышко, ты идёшь без рукопицы. При отсутствии ветра. То есть, воздух уже более сухой. Нету влаги, вся одежда сухая. На обед, если идти в марте, действие такой большой. Можно уже обед поставить палатку. Ты поставишь палатку в марте. В палатке плюс 15. И ты в уходной футболке сидишь, когда она на солнце. На улице минус 15. В это время на лыжных палках сушатся спальники. Если спальники додумались сделать с лёгной ткани, то прямо видно, как палит. То есть, оно всё, что за ночь измерясь там на спальники попадало, они стали влажные. За обед спальники высыхают. То есть, в Карпатах такой возможности нет. То есть, такой если ты тоже понимаешь радости от нужного холода. Когда за единичку двойку тропатов у тебя появилась техника. Ты уже к быту относишься без всяких проблем. Уже все знают, кому как комфортно. Потом брали одежду. То есть, едино получается всё радостно. Следующий. Ну, по этому, по району Кольского. Какие вопросы есть? Есть какие-то особенности? Ну, ещё по поводу планирования маршрутов. Кольский он большой. Там очень много военных объектов. Поэтому, перед тем, как куда-то идти, то уже некоторые водники попадали в объятия российских военных. И, в общем-то, они были потом не очень довольны тем, как всё сложилось. То есть, там иногда идёшь, видишь, какая парнишка пробовала стоит. И ты идёшь день-два, она на том же месте и стоит. То есть, догадывайся, что она по масштабу не меньше киевской телепрышки, расположенной километром за пятьдесят. Ну, в общем-то, хибины, лавозёры, они полностью везде можно ходить. А вот, сам посёлок Ревда в лавозёрах, это рудник. То есть, посёлок Ревда, там пятиэтажки стоят, или не бассейн, дом отдыха. Вы видите, красный в обведенном такой пунктирчик, чуть отревле, южнее. Это, там был рудник. В лавозёрыских лавозёрах там идут шахты, там добывают что-то. Следующий район, это Полярный Урал, где есть тоже карта. Ну, кто хочет посмотреть, может быть, зелёненькая карта, двадцать или сорок четыре, да, отдельно. Хибины. Можно чуть-чуть немножко назад сделать. Там отдельно есть хибины. Это лавозёры. Вот. Хибины. То, что я говорил. То есть, натык. Станция Имада, где буква Ю на компасе, на железной станции. Вот оттуда можно начинать ручей. Вот поручу подниматься в хоры. В центре, где тоже начинается зелёнка ручей. Вот там база КСС в центре. Либо начинается станция Хибины. Это нижняя часть здесь. Заканчивать, кто в Левну идет, кто заканчивает в Кировске. Варианты есть. Следующая карта была, это уже сами лавозёры, то, что я рассказывал. Посёлок Левна. Вниз пошла железка, она не действующая. В центре красивое сейф озеро. Там несколько из бушек было охотничек. Нужно было останавливаться. Но вообще там заповедное золото. Там красным отведено. Как-то там общий язык находили. Достаточно спокойно. В сейф озеро даже летом, кто делает водные походы, либо заходят на байгарках. Там протока охотника. Можно зайти там. Очень красиво. Красиво. Ну, в общем, можем переходить на полярный рал. Следующий рал. На полярном рале выходили четвёрку и пятёрку. Ну, ещё выходили один раз и не выпускаемся. Добираться тоже через Москву. Но сюда ещё, наверное, часов на двенадцать. А то и на сутки больше поезд идёт. Можно ехать до Баркуты. Начинать в Баркуте. Но удобно вот это ответвление. В станции дальше идёт Елецкая. Вот эта же Елецкая, которая прошла горизонтально на восток, она заканчивается в Лабытнамках. Лабытнамки – это посёлок на берегу речки Вольф. С одной стороны Соликар, с другой стороны Лабытнамки. Четвёрка, которая у нас была. Мы начинали с Паркуты. Паркута вообще из себя представляет один город и куча городов-спутников. Он там Октябрьский, Заполярный, Комсомольский. Это всё шахты. То есть и одна Баркута возникла как бы бассейн по добыче угля. Во времена Великой Отечественной. Почему оно очень развивалось. Самой Баркуте тоже интересно. Мы когда туда заезжали, купали, ещё остались с Нового года скульптуры ледяные. Там целый парк в городе был. Всё это подсветно. Там вечная резонта. Дома на сваях стоят. В центральной части у нас там на Кричатике здания. А все уже районы, которые чуть в стороне, стоят дома на сваях. Причём, что некоторые сваи, там какие-то холодильные установки. Чтоб летом оно не отправило. Причём, мы начинали с Аркуты. Точнее, в посёлок Советский. И ходили дальше в город. И справа это уже уральский трепет, который отделяет Европу и Азию. Если ехать на поезде, вот станция Гелецкая, это Гелецкий. Перед ним там есть станция Полярный Урал. Там как раз стоит стол. Тут Европа, тут Азия. После того, как мы делали добычный круг, мне захотелось сходить туда летом, мы как раз со станции Полярный Урал начинали по странам, даже по речке Усаку. Значит, что здесь? Здесь, на Полярном Урале, уже деревьев фактически нет. И вот, кстати, только вдоль речи. Речку брать бесполезно. Но зато на рапёшке нет никакой. Если на Польске была была на рапёшке, то на Полярном Урале это наслаждение. То есть каждый на спуске находит свою дорогу. Склон свободный. Каждый из моих любимых серпантина закладываем, то сразу вниз. На Полярном Урале уже однозначно стоит брать саночки. То есть на Кольском можно ходить с ними, но это не везде удобно. На Полярном Урале уже рюкзак Лёвки. Точно я говорю. Вес саночка, что-то в рюкзаке. Растительность. Если мало было бы речек, угодно ходить подходы-отходы по долинам рек. Как правило, все реки подо льдом. Там вопросов нет. Там на земле нет, как Карпата. По температурам, у нас самое минимальное было как-то утром минус 35. Ниже не опускалось. Но при этом ясное небо, ветра нету. Солнце светит, приходится очки отливать от солнца. Правда, когда насос, например, качаешь, пальцы примерзают. Ну, в целом, все это не так плохо. По сравнению с тем, какая погода при этом, когда все видно. Месяц апреля. То есть, некоторые ходят в марте, но в апреле это благодать. То есть, начало походов, там, после, допустим, 25 марта, или вообще 10 апреля. В общем, конец марта, первые 10 апреля, это начало похода на полярный бар. К 20 числам марта, 20 числам апреля уже начинаются фактически белые ночи. То есть, сумерки. То есть, 20 апреля, мы помним, что могли уже идти круглые и день, и ночь. Единственное, что когда сумерки были проблемы с определением масштаба, какой перепад на высоте, и что это, маленький камушек или большая рыба. То есть, ну, тогда там были разные способы. Давайте лыжу отпустим, посмотрим, насколько она выйдет. Потом увидим, какая она вот такая выйдет. Или все-таки... Когда-то в районе Ерецкого, если южнее, там тоже пошел перемен. Там высшая точка Палеарного Урала, гора Пая красивая. Массив Браис. Когда-то мы там трехдневную кругу пережидали, когда за 2-3 часа внешний слой кирпичей на стенке съедается ветром. Приходилось каждые 2-3 часа, ходя на скользящем карабине, вокруг палатки достраивать стенку. Палатка была типа зимы. Центральная стойка была сразу снята, когда ветер ночью усилился. Вместо стойки привязан был рюкзак. Кто там аэродинамику знает, если вокруг палатки стенка и ветер дует. То есть ветер ее огибает. В этой зоне создается разрежение. В общем, рюкзак где-то 10 км он постоянно почти висел. То есть палатка была натянута за счет разрежения. Когда вот ветер идет без порывов, такой постоянный, потом подвисает и все хорошо. То есть палатка стоит. Когда ветер стит, то экзак падает. А там с какой-то высоты. И очень короче говоря, палатка бы при том ветре не устояла. Всю ночь. И раз в 2 часа там по соседу шивки тебя там будет. Который ближе к краю. Говорит там иди очищай. То есть снега метр наваливает. И получается не жить. То есть палатка лежит на спальнике, светлый снежок. И он говорит, типа уже снежка много, не могу его поднять. Кто-то вылазит из лопаты, прополз между стенкой и палаткой. В чем снежок, берешь так лопатой просто поднимаешь наверх, тут же ветер носит. То есть главное просто так его поднимать, а потом его носит. Если бы это... Ну, тогда у нас была вот эта трубковка, но она просто запомнилась. Это, наверное, к тому, что все эти единички двойки стоит делать те же карпаток, а не на поисках. Потому что когда все хорошо, оно все хорошо. Когда наступает нехорошо, то группа должна быть к этому готова. То есть я, например, знаю, если в прошлом году мы 4 дня сидели на Черногорском репте, и группа тоже освоила, как это все делать, как достраивать стенки во время круги. То есть я знаю, что там они тоже это переживут. Ну, когда... Ну, вот эта труба... То есть если бы она еще больше продолжалась, мы лучше нашли в надув, где можно было делать пещеру. То есть, в принципе, если непогода такая, либо нечего делать снег, бывает наплата, а снега нет. Надо ставить палаточку где-нибудь рядышком, в случае чего в надуве выкопал пещеру, как правило, там ветра нет, температуру легко поднять. То есть, ну, из-за минус двадцать в пещере там горит свечка, и как бы снег позволяет там температуру держать в минус пять, там, около ладжатого вообще. Вот, так... Правда, после этого наступила отличная погода, целую... Не пять, а почти неделю ушел антициклон, солнце. Красота загорели больше, чем... Где бы этому можно было? То есть, народ не верил, откуда приехали загоревшие. Говорят, ну, ура! Вот, и в лыжных походах народ тоже берет первые, потому что солнце плюс мороз можно прозевать, но я убираю. Значит, по поводу лыжной четверки. То есть, бакшун был построен с поселка Советский, дальше мы шли на восток вдоль речки, и входили в горы. Внутри в горах там тоже красивые есть перевалы, крепы. И дальше мы по Уральскому крепу двигались на юг и пересекали вот эту железнодорожную ветку, которая горизонтально идет на карте в районе поселка... Вон, полярный Урал там есть. А это еще Тайвея. Вот... 110-й километр. Там, кстати, тоже... Сейчас поселок уже заброшен. До этого там была геологическая парка. То есть, геологи лет там 20-30 живут, делают исследования. То есть, если есть что добывать, потом строят город, если нечего добывать, все преразбирать. Вот как раз он уже настанет, чтобы все туда выезжали. Но в нем тоже останавливаются поезда. То есть, можно закладывать платшрут с Варкуты до вот этой ветки, до Еветского. А можно еще идти дальше на юг. Идает район. Еще интересный... Там есть... Там есть карта... Еще порядка, да? Вот эта физическая, большая. Да. Вот это он. Поселок Амсомольский. Варкута видно. Снизу Салеха. Эта ветка железнодорожная идет фактически к солитарной, горизонтальной. То есть, можно начинать с Варкуты и заканчивать солитарной. Что сейчас интересного? Вдоль Уральского хребта, уже со стороны Азии, с права, с восточной стороны, делается железнодорожная ветка, автомобильный зимник уже есть, на Ямалу, да, на север. Там открыли месторождение. И последние 10 лет его начинают в России активно спать. То есть, что это нам дает? То есть, раньше, крайняя точка походов, это было километров, сколько там, на 100. Вон, Хальмелью. Это северные Варкуты. До нее было лет по железнодорожным. В Хальмелью заканчивали. То есть, северные не ходили. Теперь можно будет спокойно и потасываться на север. Аж всегда вне Пайдана. То есть, где Дозитый океан и выходить уже на Варкуту со стороны, с севера Донецка. То есть, появляется еще один Дранск. Ну, вот это полярный Урал. Есть южнее, приполярный. Это станция Печора. Это километров на 200-300 южней. Там уже внизу зона лиц. Вышел с зоны леса. Начинается уже разный трепет. Тропежки становятся меньше. Там такие известные вершины. Сабля, Монорага. Туда водил тот же струклуб университет. Володя Трелинск, который выезжает в Тагиле. Но туда уже можно идти с печкой. Там хватает дороги. Если кто-то попадает немножко по поясу. Лично мне больше всего нравится из численных районов. Район Полярного Урала. Трепешки нет. Каждый спускается. Там очень скорость. Движение очень быстрое. За счет отсутствия трепешки. Так как ледниковый период, когда был. Ледник куда-сюда езал. В той части уральских репет. Имеет массу пологих репетов. То есть кто хочет накататься на лыжах. Но можно накататься на полярном урале. В Карпатах такого не будет. В Карпатах будут либо подъемы, либо спуски. Иногда бывают пологие спуски. Когда такие можно. И чем еще хорошо там. Там все уже ходят с садочками. То есть у тебя в рюкзаке килограмм есть. 12. Остальные 15-30. Ну сколько там везет. Ну в основном у нас если допустим поход на. Допустим 3 недели. Грюкзаки там подлинца не бывает. В принципе личное снаряжение. Если не тратить спальник. Влистывается 5 килограмм. А если что-то деду на себя. То 5 килограмм вместе со спальником. Что еще? Какие вопросы по этому приему? Почему ты задерживаешься? Там нету деревьев. И дуют сильные ветра. Прошел снегопад. Потом дует сильный ветер. Вон весь снег драмбовывает. Вот в Карпатах. Ну конечно похоже на бездельском. Черногорском реке. На Свидорце. А зона леса. Все. Там тушистый снег. Ты идешь на лыжах по поясу. Первый. Бросил на лыжах. Первый идет ребенок. Выдохся. Отдыхает. Потом следующий. Вот так надо чередуясь. С какой-то скоростью. Когда снег глубокий. Первый. У нас же приходится египет за лыжахом. Потому что я считаю. Вот каждый шаг. Он должен на метровую ступень подниматься. Но с лыжахом это не очень удобно. А там постоянный литрат дует? Я бы не сказал. Но мы один раз. Литрат дует тогда, когда минус 8, минус 10. Это идет циклон. Это идет поземка. У нас была четвертка. Одна. Мы, наверное, недели-полторы прошли в Москву. Полностью. То есть снизу поземка. Метра три. Снег. Ветер. А выше вида. Другой небо. За счет сильного ветра. Если начиная от минус 15, минус 20. То уже, как правило, ветра нет. Солнышко не хорошо. И опять же. На обед уже ставится палатка. День большой. В апреле месяце там вообще светло. Считай, как в Киеве в Юге. То есть можешь себе полноценный обед делать. На два часа. Поставили палатку. Кто-то себе спит. То есть пять переходов до обеда. Пять позже. При этом обед на два часа с возможностью поспать. Когда палатка стоит. И солнышко светит. Палатки. В одной фаболке. То есть. Солнце уже там высоко. В апреле месяце. А сколько погодов с вами нет? Ну такого, как в Карпатах нет. В Карпатах циклы. Там три дня плюс минус опять. Там то, что мы как бы давили циклы дней по пять. То есть, если бы была Куруга, то в следующие дней пять будет хорошая погода. Это как погодёшь. Красиво. Мы когда заканчивали поход, надо было... Задача была не промахнуться. Надо было между Хальмарией и Воркутой выйти на загрошенную железку. Которая могла быть под снегом. Если промахиваемся, то ходим куда-то на запад. Мы ещё тогда без ЖПС выходили. То есть там было где-то... Минус-2008 год. Ну хорошо, что была видимость. Потому что там речка... Красивыми каньоны. То есть мы от неё километра засекли. И если через сколько-то часов мы не пройдём железку, значит всё равно надо поворачивать на юг. Потому что мы идём дальше. Но слава Богу была видимость. И столбы уже из дорожной стоят. Колей не было видно. А когда уже по этим столбам выходим на крайний посёлок Воркуты. Тоже такая дисподьёнка. Идёшь-идёшь. Тудра-тудра. А потом начинать со вражек. Во вражке пятиэтажки стоят. То есть после трёх недель. Когда видишь только друзей по группе. Увидишь уже город. Цивилизация. После трёх недель ты там гуляешь. Если нет как правило. Вот вижу холодовая усталость. Если правильно подобрано снаряжение. Всё комфортно. Всё хорошо. То есть там нет улыбника. Естественно ты не выморкаешь. Туда уже можно брать каковый спальник. Каковый грунт. В Карпаты это не рекомендуется. То есть какой грунток не было. Водоплавающий пицинер. Восрее собрался в комки. Если не через два дня, то через четыре. И его высушить. Уже проблематично. Зимой там ходят такие районы. Мы потом захотели там пойти с летом на байдарку. Мы ходили с инстанцией Каляр на Урал. Когда там байдарку проводишь. То идёшь впечь. И снизу вечный мерзал. А в улице в 1925-30. Кедры по рекламу скользят. Мору или мору. Рыбалка отличная. Там летом. Мне больше понравилось, чем крем. Я думаю, что туда можно ходить. Просто на майские праздники уже хочется тепла. Хочется крем. Или водный поход. По южному дугу. Или еще не можем. Мы заканчивали где-то 25 апреля. Или 25 апреля. То есть если там снега. Минус. У нас подъезжаешь к Москве на поезде. У нас открываешь глаза. Я стал им кричать. Уже кое-где, чем не снегом. И уезжаешь. Тут уже жара. Ну ты слышали. Едешь сюда. Когда мы были там летом. Там отдельные снежники оставались в горах. Город невысокий. Но снег остается на северных склонах. И летом. Ну летом хуже. Летом болото. Летом мошка. Там где ты. Идешь зимой напрямик. Летом ты должен это болото обходить. Он нас спасал. Когда водные походили. Потом войнарки разобрались. Прятали. На неделю пешком погуляли. Вот. Спасением было идти вдольной речи. Речки весной волноплотные. Летом воды мало. И большая широкая камни строкой. Во обходе речи нужно ходить. Чуть дальше смещаешься. Вот такая лива. Карликовая. Плюс мох. То есть идти в небрадус. Пока не выйдешь выше. Уже там где только камни. Там. Уже как по обычным дорогам. Город. Сколько километров в реке? Когда ветер невстречный. И ты идешь по ровному. Допустим. Долина реки. Ну. На лыжах. Спокойно. Сорок километров. Можно проходить. Драпешки нету. Ты идешь. Как считай полыжнее. После дороги. Мы когда по речке шли. Там каньона. Речка Хар. На ветер попутный. Вообще. Там надо было ровно держать спину. И руки расставлять. И ветром не сплохнуть. Там уже красоты. Озера. Тело. Сияние. Куча. Куропаток. Там идешь. Из-за снега пропадки. Вылетает. Дичь. В принципе. Такая товария. Какие еще вопросы? А? Какие вопросы вопросы? На полярном Урале. Ну. Постать на карте. Ну. Там. Наверно. Около. Двух тысяч. Максимум. Две с половиной. Такого нету. Но. Там снег уже начинается. Чуть поднялся. Но. Нашел снег. И гораздо сильнее. Кстати. По поводу ориентируйтесь. На Кольском. И на полярном Урале. Достаточно большое. Магнитное склонение. То есть. Кто ориентируется. По. Компасу магнитным. То на всех топографических картах. Сбоку. Мелким шрифтом. Пишется. Склонение. Там. Или восточное. Или западное. То есть. На топографической карте. Сетка. На север. Истинный. А. Ты. Меряешь. Компас. А. Компас. Показывает. На полярном Урале. Разница. В зависимости от. Насколько севернее. До 15 градусов. На Кольском. Тоже. Там. Больше. Ну. Там. Около 10. То есть. Были случаи. Как бы. Делали поправку. Но. Были случаи. Когда. Народ. Промакивался. За два дня. Там. Словно. Ну. 20 километров. Медячего. Тоже. Это. Обязательно. Учитывать. То есть. Там. Очень. Большая. Уже. 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 Не знаю. Опер ICON 15 градусов. Тоже. Если gps проект. Одна должна вам повторить. На каждый день. А зачем gps на каждый день? gps нужно. Можно включать. В случае. Аварийной ситуации. Когда. Ты не знаешь. Где ты. Ты его. Включаешь. И определяешь. Разимотное. Расстояние, между прошлой. И текущей. И по обычной. Карте строишь изгодание. Мы используемucий. Там на Урале долины большие и с ориентированием особых проблем нет. В отличии от Карпат, когда туман, ничего не видно и все хребты похожи. Все иногда они маленькие. Там есть фотографии, давайте посмотрим, там с отближных походов в основном. Будут слухи, что это очень северное район, а там особые условия гиноксии специфические. Было ли какие-то ощущения? Не замечаю. А теперь я не пропадал. На большом морозе как-то расснул, пока готовилась еда. Паланка стоит, все отдыхают, паланки тепло, хорошо по солнышке. Победили камбас, усамы. И вот пока готовился супчик, он там свой кусок колбаски взял своей ложкой и вот запустил нож каплинула с объездом. Рожка у него оказалась не алюминиевая, не флоровая, как любым человеком. Вот, большая энерсия, почему он потом на нее дышал, через несколько минут она таяла. Когда сильный встречный ветер, вот вдруг образуется нарост. За вкус у нас ходил с усами. В общем, мы все время потом смерзали с бородой. И тоже доступ к ложке к обеду затягивался. Ну, в пола, в тот район, в Полярный Урал уже надо брать палатку. Обязательно, типа зима и внутренний слой. То есть, кто ходил знает, палатка шакового типа с центральной стойкой. И внутри подвешивается еще второй слой тончайшего опрота. То есть, его задача не создавать трубок. То есть, тепло должно быть не в палатке, а в спальнике. Палатка должна защищать от ветра, а второй слой, он как бы улавливает изморозь. То есть, когда человек дышит, за ночь вы можете литр, ба воды, выдыхать. Вот этот пар должен проходить сквозь первый слой. И когда он уже касается внешнего слоя, он охлаждается и превращается в снежинки. Потом идет какое-то ветер. Эти снежинки отлетают, они не летят на спальник, они остаются между слоями. То есть, каждое утро, собирая палатку, просто определяя, сколько группа в литрах бодрее за ночь на палатку не дышала. То есть, мы когда-то засыпали полностью в котелочек, нас вбел на две крошки. То есть, группа то, что выпила свечки, там можно было собрать. Ну, покупать еще овощем ходить, на каких приносах, горелках. Ну, однозначно, на газе я бы даже тропаты не хотел. Ходить надо за бензином. Как правило, расход у нас получался, если делать из снега, то где-то 100 грамм на человека в сутки бензин. То есть, если там плотность большая, если перевести, то будет где-то 150-180, на человека в сутки, если бензин нет. И в сутки, если бензин. И в сутки, если бензин. И в сутки, если бензин. Маленькие. Маленькие. А не пизарты. Маленькие. Ходили две девушки. Или... Аборождественные. 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 За ночь может быть лыжа в снегу. Мерзнуть. Измерз. Намерзая. Вот это вот элементы единички. Может быть, отдельные участки. Вот такие крепкие. Покрытые лесом. Единичка. Вот это единичка. То есть, долины или вот такие. То есть, спуски, подъемы в зоне леса. Придешь. Аборождественные леса? Леса, болота. Нас же ходили поход в лыжную единичку. По... В севернее Москвы. В Алдайской возвышенности. Там холмики, озера, леса. Единички. Классно. В отличие от Карпат, там постоянный лес. Вот это крептики уже повыше. Это, наверное... Или свежодец. Такие вот прелести лыжного похода. Это на Братковской подъем. Возможно. А вдалеке сведорец, да? Да, да, да. Подъем на Братковской у меня в Бойке лыжный законился тем, что у нас был оттепель. И мы так радовались подлипу. То есть, мы шли вверх на диаляных лыжах. Если бы подлипа не было, я не знаю, там пришлось бы такие серпантины закладывать. И лыжные палки уходили почти по ручку. Снега было много. Только на подлипе. Причем, лыжу нагружаешь, ну, поставил ее, пришлепнул, нагружаешь плавно. И у тебя начинают пружинки вот здесь раскакивать чуть-чуть, виточек за виточком растягиваться под твоей массой с рюкзаком. И ты думаешь, только булыжа не сорвалась с этого подлипа. Так плавненько не выйдешь. Потом второй ляп, коридорный ляп. Карпаты чаще всего ходят с палатками обычного типа, с дугами. Потому что бывают дожди. Шадровую палатку можно носить, но нужно обязательно тент и, в общем-то, делать стенку в Карпатах на безвесных плитах. В общем-то, легкие. Поэтому чаще можно вот такие ставить. Лыжи лучше всего бездельные. Деревянные, они же похожи на них раньше были туристы. Тоже деревянные, кантованные. Но в последнее время уже новички ходят на пластике. Сделают. Вот это палатка шадрового типа. Зима. Ну, с каким-то пятном. И, кстати, вон видно вот у печки. Такая маленькая шайба, очень красивая снега. Снега мало. Ну, тоже красивый снег. Шадровая палатка в Карпатах. Снега мало. То есть, вот такое в Карпатах, ну, оно бывает часто. А сколько летит это палатка? Ну, если она на 6-7 человек, а без тента на порядка 4-5 килограмм с пасковой ткани щита. Тент еще, в принципе, 2 килограмма. Постановка палатки обычно начинается с того, что надо вначале травмовать место. Все остановятся на лыжи и начинают водить хоровод вместо палатки, выравнивая снег. Потом надо отойти и дать этому месту выстояться, чтобы на минут 15-20 снег постоял. Он перекристаллизовывается и замерзает. И получается уже, что, если не на пятках, то на пятой точке, можно плавнуть снег, он уже не проваливается. Хотя, как только вышел за палатку, ты уходишь на пояс. Вот центральная стойка палаты. Как правило, ее делают из двух лыж. Связывают там, делая нужную длину. Потом эти лыжи первым делом кого-то из участников снимают и ставят в центр. Когда у нас была плага, я рассказывал, на полях в Урале массив Раис, первым делом поломала лыжу на стойку. Потом мы поняли, что пора вообще стоить у меня. И стенка была, наверное, высотой бедных фаз, и теперь ветер завалил. То есть, реально, когда сильный ветер, стенку высотой больше, чем стол, делается, при станет ее заваливать. То есть, проще сделать маленькую стенку и такую палатку завалить. То есть, убрать центральную стойку, залезть в верхнюю шипу. Там себе аж, да, спокойно спать. И так, плохо вытягивать, и смотреть, что-то делается. А еще руку твою палату, чтобы лыжа поломалась? Убрать в следующую лыжу. А, на последнюю палату? Нет, ну, лыжа ломается в том случае, когда идет ураганный ветер. То есть, если такой ветер, и ее руководитель ушами прохлопал, или там никто из участников не допадался, и стойку эту не убрали раньше, то ставить следующую смысла нет в таком ветке. То есть, запасную вы же берут? Запасную вы же обязательно берут. А если снимаешь стойку, то получается, ты сразу спишь, то есть, спа? Ну, она на спальнике лежит, ну и что. Если это не горматы, и сверху дождь не идет, а просто снег, подвоз, то и что. Я саму сверху четырехстроенный спальник, но хочешь, как я пришел, можешь там сверху себе, да, взглянуть на лицо. Никакого дискомфорта нет. Это представители сельхозаконемии. Карпана. Это, по-моему, палатка Саши Ростяка. Вот печка. С печками какие головные боли, что если идет снег, и палатка без тента, то от того, что палатки плюс 25, а то и 30, снег тает. И палатка может начинаться дождь. Мы когда, я из всех походов только ведра, сперматы, лыжную тройку, мы, интересно, брали палатку с печкой. Все остальные походы, на Кольсках, на Поляках, везде без печки, при наличии современных материалов печка практически не нужна. Она нужна была в эпоху Висбера. Она нужна была, когда была только брезентовая палатка, килогрейка, какие-то там валенки и брезентовые штормовки. После того, как появился уже капрон начиная в 80-е годы, необходимости нет. То есть ты можешь спокойно на своем теле все это сушить, если это надо. И он не замерзает. Мой первый лыжный подход находили, он был не категорийный, по Владимирской области, под восторгомом Золотое кольцо России, от села к Сеул, там через леса, ночевки были в сельских школах. Это была школьная группа. У меня были брезентовые бахилы, я на сих пор вспоминаю, как к концу каждого дня они превращались в что-то ледяное, не закрывающееся. Главное было оттуда выкручиваться ботинок, потом мы их сушили. То есть один день таких ботинок хватает. То есть брезент врать не надо. Поэтому печки, как бы, они хороши, но получается большой контраст между улицей минус 20, палаткой плюс 25. Если у тебя вся одежда сухая, печка не нужна. печка, она ну да и как бы задышок, можно на гитаре поиграть, все, но большого смысла в ней нет. На мой взгляд. На мой объективный взгляд. Ну, как правило, печки современные вместе с трудовой весят где-то там семь килограмм. Семь-восемь. Плюс к ним еще надо пилу. То есть это, грубо говоря, десять килограмм. То есть это по килограмму лишним на человека. Но отдельные участники предпочитают все-таки печку и комфорт больше нравится. на трубу надо ставить искрогаситель, потому что тяга обычно большая, там труба идет простейшая. Печь как будто раскаляется, как раз на. И если искры попадают на палатку, получается куча микродольчик. потом начинают лечь в покойку, куда снежинки не залетали. Это типичная карпатская погода. Влажность, температура около нуля, ночью был минус, все лыжи в таком налете снежном. Очень приятно будет смотреть. Это вот печка. Как правило, снизу стоит металлический лист, чтобы снег воде не таял. Некоторые делают усовершенствованные варианты печи, где верхняя крышка снимается и туда ставится котелок. То есть не на печку ставишь, это эффективность маленькая, а именно вовнутрь печки. Когда надо, вместо котелка туда ставится другая крышка. То есть мы тогда носили, мы растапливали на ней снег, то есть экономили бензин. То есть до красна. То есть печка гудит, тяга такая, что как будто рядом самолет стартует. Когда хороший мороз, чем больше мороз, тем лучше тяга. Ну, кстати, вот такие пилки в последнее время в Туркуда университет популярностью пользуются лучковые. Они лёгкие, хорошо пилят, а цепли потихоньку народ отказывается. вот эта вот стенка в палатке, но она великовато, и похоже, что снег влеплый, кирпичи правильной формы не очень получается сделать. То есть скорее, мы когда-то один раз построили стенку, ночью началась оттепель. кирпичи. Куторую стенку раскрылась, как цветок такой, стояла, раскрывшаяся, такой угол критический. Мы радовались, что она раскрылась снаружи, приночетный ветер и в нижней начинал кирпичи пустыки с внешней стороны начали уменьшаться, и обратно цветковое взглянуло. Здесь в доме кирпичи видно, что снега в Нарпадах мало. Обычно, если это польский, поля набрал. Когда начинается уже ночевка, первым делом, что вставится центральная стойка палатки, кто-то залазит туда, и он там уже остается. Т.е. его задача создавать рюк. Остальные делают снежный кореньер, режут кирпичи, кто-то носит, кто-то строит, выравниваем специальными местами их с собой берут. Тот человек, кто туда зашел, он уже там остается. Как правило, стенка строится, если нет ветра, там, хороший и толстый снег, в кореньер, уже можно кирпичи делать, не надо каждый раз отходить. Стенка строится минут за сорок. К этому времени, когда стенка готова, внутри обычно уже все покидали свои коврики, поддавали. Коврики застелены, спальники могут лежать, и в потелках уже, как правило, почти готова кашка. Т.е. на сорок минут, если группа сложенная в момент поставить центральную стойку, через час уже готовый ужин, стоит стенка, и все уже запрыгивают в свои спальники. А вот это, это уже чернобырский кремлет в прошлом году. Там, где мы несколько суток ждали, когда настанет хорошая палатка. Тут тоже связь на палатке, на что ставится? На лыжи, на палатке? До лыжи. То есть, вот видишь, вы лыжи сквозь стенку. То есть, сначала ставится палатка, а потом строится стенка, чтобы оттяжки проходили где-то внутри. Причем, в стенке полезно оставлять небольшие отмельки внизу. Почему? Чтобы, когда сильный ветер, чтобы туда снег не закидывал, чтобы не было, как показано, условно, вакуума, что снизу снег тоже выдувался. Если их не сделать, то между стенкой и палаткой пространство уменьшается до того, что палатки становятся на вторые сутки еще меньше места, еще меньше места. Вот мы там четверо суток стояли, это уже мы вышли. То есть, то стенка палатачали, это то, что с ней уже через четверо суток. Палатка устояла, как бы все нормально. Следующий этап, да, надо все найти, где что. Ну, как правило, лыжи связывают общим кучком где-то кладут, так же и палки. Поэтому, ничего нельзя оставлять за палаткой. Все нужно в палатку, потому что потом уже можно что-то не найти, не докопаться. Ну, вот эти кубики известны. Всем пропады. Начетки в них иногда бывают комфортные, но не всегда. Иногда лучше поставить палатку. Потому что бывают они и крыши, начинаешь внутри тостера заводить или печку, начинает крыша, а поэтому дышать идиоты, чтобы сюда зашелись. Потому что рядом палатку поставили палатку. Ну, вот это вот тоже бывает в плохих колыбах. То есть, за ночь заглубило снега, и, в общем-то, спальник весь не куй, неизвестно где, в целом, лучше ночевать. Мы когда-то кладовую палатку поставили внутри большую ферму с видовесным крик, где там была кладка. То есть, можно и ходить, и внутри палатка стоит. Ну, некоторые предметы уже не режутся, а пилятся, в зависимости от температуры. На полярном Урале сыр уже не режется. А, и то можно, ну, в зависимости от каких-то грубого решения. Если пакетик грубого объявляет чистеньким, то пока он огреется, можно этот пакетик повесить на крышку на край котелка, и он там будет отогреваться, потом вынимаешь. Можно положить на крышку котелка, и все это закрываешь под камерой. как правило тушенка, когда там ничего не делали, тушенка первую же ночь вскрывается, первый вечер вскрывается и раскидывается по маленьким пакетикам то есть как ты ее поднял, там пакетики перевязал, так она не деживет, то есть она поляра, на кольцах ты уже не таскаешь с собой ни железа, ничего то есть все можно распасовать в мешочки, в пакетики рюкзаки как правило большие, но вещи занимают уже больший объем по поводу складывания рюкзака, тут тоже, центра тяжести хочется делать ниже, потому что когда он высоко, не успеваешь отрабатывать мышцами пресса допустим, едешь по снегу, там трение, лыж, большое, видишь, прикинь начинает блестеть, значит это будет лед, сейчас лыжи начнут ехать быстро вперед то есть надо наглониться вперед, чтобы за тот момент перехода успеть как бы отбалансировать и снова занять в нужное положение спуски, отдельные разговоры там, падать надо правильно, в принципе, начинают всех учить правильный хоккей Мембрана, это спорный вопрос, все зависит от того, где наступает точка росы то есть где твой пар переходит в изморозь если ты такой горячий, и ему изморозрачное тепло, мембрана может работать но если пар, находясь до мембраны, не угощается уже в лед, то мембрана фактически является не дышащим то есть ты будешь весь в снегу мудрый у нас как-то человек взял ветровку, ненышащую, по-моему, на польске это было в раке, то есть у него весь повод, весь в своей же и он пол ночи, потом тот повод сушил, а как спал на нашей ошибке, то иногда он этот повод на кого-то с дремонт, где мы сушили, кто-то его откидывал ну, скажем так, ошибка всего лишь, что взял ветровку, ходовую ветровку, которая не дышит то есть это фактически, ну, он там зубами стучал весь повод для котёр повод если достаточно тепло, ну, скажем так, до минус 13 я хожу, допустим, термобельё летнее для отвода влаги то есть растябление они используют, то есть оно тоник и шут потом сверху сотый пол и ветровка дышища это если нет сильного ветра, там минус 13 если сильный ветер пошёл, ну, можно, там, в сотый пол и один то есть, я понимаю, что вот если уходить в марте, в апреле, бывает иногда очень жарко и вообще, тебе жарко просто в термобелье без ветровки хотя на улице там минус 8, минус 10 вот такие вот единички, двойки вот это вот типичный карпанский пейзаж на лифте весь снег сдулает вот это тормозилки, то есть наш уважаемый человек Рома внимание, он делает назад видите, вот на лыжи, вот она берёвка белого цвета чтобы лыжи назад не ехали, когда особенно на подъём идёшь народ наматывает берёвку бывает так, что на пластик уже надо наматывать, а на деревянных лыжах ещё можно идти то есть в этом плане с пластиком немножко хуже, но что делать, деревяшек всё меньше и меньше какой минус? если в этих тормозилках ты их на спуске используешь, ты не можешь кантоваться у тебя кант уже в нас не входит то есть верёвка не даёт кромке резать нас вот это вот жираф как патр такая же картинка может быть с любого другого похода это же типичный опыт зарученных участников вот здесь вот видно, какой парик человек идёт он видишь? синиц и если бы на нём не была литровка не дышащая это всё холодно это наше уважаемое таки макбалец ну макбаски к сожалению которые задевать надо было походу очки от солнца тоже необходимые вещи там ещё есть техники по поведению можно будет с них остаться ну препятствия может падать то есть если мало снега в пропадах наступают сложности с преодолением речи то есть все речи становятся открытыми иногда вот идёшь и кажется широкое бревно а на самом деле просто узкое сверху большая шапка снега то есть были участники падали ну вот это проблемы Карпат что куча переходов мороза нет ну если это был бы Кольский вот такая же на Кольском может быть такая же картина в высоких долинах но при этом всё во льду и здесь снег нет никаких проблем ну иногда легче их снести отдельно по поводу бахил подбахильников то у Карпата конечно лучше бахил из долож если на Кольском на Поляном я хожу чисто тканем у Бахилов у них есть свои плюсы то в Карпатах конечно когда вот такое снега мало типичная единичка какая-нибудь на Новый год когда мало снега такое то уже тоже лыжный похож но за ночь может пропасть где там снега и в жизнь навалится ну тоже и будни лыжников и Карпата что делать вот это так называемый сленг лыжа на жучку то есть на лыжах свергятся два отверстия в носках делаются петельки и когда ты не хочешь идти на лыжах или там круто или нет снега и они сзади за тобой тянутся и ты идёшь с них аутинг как стрекинг и получаешь натхнение ну вот так так бывает тут вот этот первый снимок участница но уже не контролирует ситуацию то есть носок лыжи уже пошёл причём видна нас ехала с лыжни то ли захотела притормозить бывает часто лыжа уходит под корочку какую-то ну и дальше следующий уже падает видите какие на лыжах навязаны на носках но это слишком большие это опасно когда по снегу такой штурмок может сам за обед зацепиться и тоже будет гонение то есть лучше падать на воду на пятую точку хуже на спину вообще опасно или по второму либо на воду вот так вот на пятую точку не рекомендуется то есть можно повредить скопчик ну тут тоже такой спуск небольшой но это видна какая-то единичка то есть люди учатся получать тазы как-то на склоне останавливаются вот это туман из Карпата ну такое началось и все когда большой снег то под каждой елочкой обычно образуется такой стакан без снега и когда группа спускается где-то между елочек кто-то не вписывается сейчас видно что палки из-под елки в общем ситуация такая ну я тоже заезжал лежишь на спине лыжи вверху где-то там синее небо ну и ждешь кто же следующий тебя оттуда вытащит потому что когда лежишь на спине места мало как-то рюкзак снимаешь куда есть лыжи снять вот это носок лыжи уже отремонтированы вот видите накладка бюраевая то есть чаще всего ломаются носки но самая опасная поломка лыжи это подкрепление то есть если там грузовая площадка она волнается надо уже использовать среднобор специально сверху накладку снизу вторую это наши люди да она не вписалась там в том походе был очень глубокий снег ну когда снимаешь ты живешь больше чем по пояс снегу это то что февральн это наша мания причем надо начинать с техники по правильным падениям личное снаряжение пощупайте посмотрите может что-то узнаете интересно там будет просто снаряжение какие есть вопросы может может ну вот главная девать кстати они говорили что они кондиционируют стайкер ну то есть трудно делать они хотели мы не хотим ну ну ты можешь использовать лентом податки ну это какие-то наверное озера или реки ну кайтом тоже надо уметь управлять тот умеет там другие лыжи там туристические лыжи на кайтах ты когда ездишь там другие лыжи используются ну то есть там классика обычная классика нет конечно кто хочет учиться на кайте то он начинает учиться зимой на лыжах вот а то конечно у них именно что лыжники в походе да почему бы нет если где-нибудь там открытые местности мы шмарбат на Урале можно на Байкалу наверное можно Саябун ну еще из районов что я могу добавить красивый район рядышком с Норинском плата но как правило расстояние большое там красивые плата озера как правило нужно арендовать на долю туда забрасывается обратно это уже уровень шестерок тем меньше километраж там делать экономически невыгодно доехать если все равно расстояние большое народ ходит по Камчатке уходит из Саяна так круто очень хороший климат что много солнечных дней есть хуже всего погода пропад в Крыму в прошлом году Володя отрелиз и сделать в этом году после Нового года уже с восьмого до двадцати в Крыму вот 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 участник или руководитель или кто-то вырисовался сейчас напомнишь вот вот в Крыму было вроде нужный поход в пункт тройки соответственно в пункт тройку пояло в Крыму обычно там сидит погода ловит все берем билеты в Крыму сидят все двое не завело у нас были сообщения что с тем портой нельзя было доехать все двое не стих в общем народ с лыжами на вокзал надо воймать вот сделали лыжный поход в Крыму причем Бабулька рассказала что такое бывает 20 лет в следующий раз тот а как наверное можно раньше ходили по двуси лыжные походы я смотрел то есть я так понимаю что следующее это будет осваивать то что поближе это возможно Грузия возможно Дубуце это и походы все эти районы наверное они недалеко относительно там наверное спокойно а в Карелии в Карелии уходят в Карелии уходят ну это единички я думаю туда хоть бы тоже фитерсы какие-нибудь и москвичи от них туда близко как мастер-класс ну спасибо ну понапал там Киев посмотреть зимой город там нет там футболники ну в Карелии можно не важно на в Казахстане на Памире были какие-то что-то остальные разные такие какие-то летние вот еще раз Ты не про лыжные походы, а не про лыжные походы, а не про лыжные походы. Я думаю, кто-то ходит. То есть с Киева, я не знаю, что на Памир ходили лыжные походы. Но, наверное, какой-то Новосибирец, кто-нибудь ходил в Красноярск, туристов много. Может быть они никуда и ходят. Надо посчитать, в МГУ большая секция лыжников. Я знаю, что в Украине, у нас в Киеве кто-то. В Клуб университет ходит. Первый университет, в Крокус. Вы ходите. Сельхозакадемия, чтобы там единички какие-то иногда делала. Нархоз, по-моему, тоже там выше тройки, да и тройка есть, просто чтобы они ходили. То есть, по-моему, тоже что-то такое совсем не скидывание. Мощный клуб, лыжный, романтик, а есть. Это на базе местного политического. Мы с ними ходили пятерку лыжную на полярный раунд. У нас половина группы должна была быть с Киева, половина с Одесс. В итоге с Киева был я и Юля Голосов. А остальные были одесситы. Чему-то они у нас научились. Я помню, когда мы пошли ставить палатку в аркутинку, там надо было внутренний слой сделать, чтобы он нормально вешался. Я по привычке взял свою миску в аркутинку. У нас было лист под римуса швей. Такая, в принципе, плоская льва. И каменная льва. Мы всегда эту миску ставили под центральную стойку пола. Они у меня так посмотрели, типа, что ты? Такой классно, удобно. Да нет, мы их ставили. Не вопрос. В общем, на какой-то из ночевок был ветер. В общем-то, лыжная палуба с этого листа соскочила. Лыжная завалила два котелка, которые были на премусах. На дежурный пермел успели две швейки поднять, чтобы они стали сверхи. Потом я говорю, давайте попробуем мой вариант. Берется это миска и утрамбовываешь снег. То есть она получает, ну, парашютная. Получается, стойка уже идет в стакане как в таком. То есть она никогда уже оттуда не выйдет. Потом зимой всегда ходим с двумя котиками. Под одними женских снега дайком. Под двумя дайком. Швейки лучше делать по трешке. То есть, чтобы отец маленький другой. Тогда еще тренировался между ними. А в Хартере еще ходим. Еще в Хартере. Мы тоже говорим, что есть выкидки. Но мы с ними не контактируем. Там тоже не ходим. В Киеве раньше были ходячие спереди синицы. Сейчас синицы. Это были старшее поколение. Он ходит, но у них какая-то страна западная группа. Мы столько пытались, чтобы он нас сводил. Пятерку. И другие, как еще зависит. Вот. Шестерку он тоже как-то не ведется. У них там все свое, все закрыто. То есть, у нас это не закрыто только университет. Мы бы открыть всем. Что касается меня, я собираюсь нажимать на войск. Это пока плавно и после нового года будет более конкретный разговор. А это зависит от того, что мы защитим. Или двойку или двойку в прошлогоднем. Как это МКК рассмотрит. И зависит от числа участников. Если все участники будут с опытом единичьи двое, то на четверку мы не наберем. Если процентников наберем, то можно на четверку. В принципе, если мы защищаем тройку, я могу уже вести четверку. Если мы защищаем тройку, я могу вести тройку. Мне интересно снова побывать в химийных лобозерах. Вот такая категория. Это уже на втором месте. Наверное, на третьем. На первом хочется там побывать. На втором хочется побывать с хорошими людьми. А на третьем уже какая там будет категория. Будет и в Европе. Наши нервные химии, но... Я думаю, что можно выше зоны Европы. А, наши химии нельзя назвать Европой. Это ходили в Карпаты, но по другую сторону храницы. Хочешь? Нет. Хочешь? Ну, нет. Вот. Я видел те фотографии, и там уже были какие интересные. Они были такие обрывистые, склонные. Сейчас это напоминает местами вершины Кавказа. То есть перепады высоты не такие. Но здесь на склонах... Там было много метров. Больше ни там ни одной группы не стык. Ни одной группы не стык. По Швеции есть еще чуть-чуть? В Динопольских клубах тоже очень много будет вниматов. Они и коммерцию делают. И в том числе вводят новые метроходы. И я думаю, что они начали... Как бы дали вот это то, что пластиковым вот этим насечкам. Всему остальному. Потом... Когда наши начали пробовать. Потому что до этого все выискивали переряжки. Одинокольцы. Мы их не ищем. И потом на пластике ходим. Вот. И потом там у нас Тим. Он с ними вместе сходил. Посмотрел. И действительно на пластике мы были. Но... В прошлом феврале у нас два участника были на пластике. Я и остальных были на деревяншках. Ну... Пластик. Пластиковые розни. Все-таки деревяншки, наверное, лучше. Но на пластиковых розни. Пластиковые розни. Легкие розни. То есть... Пластиковые. Где-то 10 кг. 200 кг. 300 кг. Одна штука. Из пластика мы примерили фишера белого цвета. Они легкие. Пол смартаса. Более фишера. То есть... Пластиковые фишеры по массе аналогичен в лесу. А вот. 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 Насечек больше, чем надо. То есть... Насечек больше, чем надо. То есть... Это опытный путем. Причем я называю, там, сфиньки. Насечки не только себе, там, в половине нашего клуба делал. Бывают разные пластики по жесткости. Разные насечки. Кто-то на стенке делает. Делает по грузовой площадке на стенах ярких. А вот. Немокозок. 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 Слишком много насечек. Они и вниз не едут. Ну, наверху. Говорит. Те, на те, что сейчас скользят, получают удовольствие. А я, говорит, уже толкаюсь палками, где кайф от того лыжного похода. Да. Было такое. И то, что я на прямом участке. Все уже учались. Там, километр было вперед. Немокозок. 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 Уже не едет, а прямо переступает. Мы, когда ходили на полярный рал с одесситами. Там руководитель веселый. С нами ходил Макс Перевалов. Он альпинист. Там сборной Украины ходит. Куда они там ездили. На все эти восхождения. Последние 5 лет, 20 лет. Ну, захотел с нами лыжник прийти. Ну, его пустили. Ну, руководитель взял. Плодец. Товарищ тренированный. Он, а можно пойти на скитурах? Ну, попробуй. В общем, Макс этот шел по скитурах. На полярном рале это было шел. То есть, если бы он не был мастером с его физ подготовкой. То есть, мы на деревяшках идем, а у него откат назад. То есть, мы там где-то на горочку там все побежали. Он не может. Плюс, он пошел к пластиковым ботинкам. То есть, тоже как и была ошибка. Пластиковые и скитуровские ботинки. Дня через два, внутренний сапожик привитался ладой. То есть, у него все носки мокрые. Внутренний сапожик мокрый. У меня были запастые тканями бахилы. То есть, мы ему уже дали. Когда точка рсы вышла в застыке вот этих вот ботинок пластиковых. Вот только один еще сверху тканями бахилы. И раскинул всех липсы. Он дня через два смог выслушать внутренний сапожок. То есть, это было. Потом ему не хватало, чтобы высоко поднимать ряд. Вот это там дорабатывали под пилер. Дальше у нас была дневка там озера. Надо как-то сделать, чтобы он все-таки мог идти. В общем, мы насечки там не будем делать там посреди полярного мурава. Мы начали подпиливать конты, делать треугольные, делая засечки. Из ревнобора крестную проволоку и сручивали комутик. Один, второй, третий. А в контакте мы пропилили, чтобы эти проволоки не смещались. То есть, делали бы эти комутики. Потом он, что-то там где-то дошел в какую-то смолру, там начал вот это место насечек, там этой скоблой капли, чтобы его уверенность была широковатой. То есть, на пластике, который был без насечек, вот так вот это жут. Ну что, наверное, если вопросов больше нет, то тогда спасибо большое за интересную реакцию.